Крик души. Карагандинские инвалиды просят о помощи. Люди с ограниченными возможностями в очередной раз попытались рассказать о своих проблемах. Они сегодня обратились в партию Нуратан. Чиновники выслушали и, как всегда, обещали помочь. Как окажут поддержку власти? Материали журналистов Первого Карагандинского. Многое делается государством, общественностью по решению проблем, людей с ограниченной ответственностью, возможностями, ограниченными возможностями. И, тем не менее, конечно, то, что когда-нибудь крепилось, еще и требует регулярных усилий, соответственно усилий. В настоящее время в стране проживает более 500 тысяч людей с инвалидностью. Из них 60 тысяч дети. Актуальность обсуждаемой проблемы очевидна. Сегодняшний круглый стол даст возможность обсудить наиболее важные проблемы, с которыми скалкиваются в повседневной жизни наши люди с ограниченными возможностями. Как дети с ограниченными, так и молодежь до 29 лет. И люди, уже имеющие возраст преклонный, которые не имеют возможности, если это ребенок, учиться. В ходе заседания люди с ограниченными возможностями рассказали о своих проблемах, а также предлагали свои решения. Чаще всего из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а это пантусы, лифты. Без этих оборудований люди-инвалиды просто-напросто не могут учиться в вузах, в школах, а также самостоятельно пользоваться общественным транспортом. Элементарно выйти на улицу, сходить в магазин. Транспорт катастрофически не хватает. Это надо. Я вас прошу, пожалуйста, обратить на это внимание. Действительно, по поводу транспорта, мне кажется, очень надо ставить вопрос. Автобусы покупают, когда есть область, панкусы есть. Мы их понимаем. На проблемные вопросы инвалидов пыталась ответить представительница Казахстанской конфедерации инвалидов Татьяна Кравченко. Они просто не могут доставить, выйти из своего рабочего места и открыть этот панкус. Здесь, конечно, прежде всего, это человеческий панк. Если человек видит, что человек плохо и нужно ему помочь, он всегда поможет. Также инвалиды нашего города подняли вопрос о том, что необходим реабилитационный центр и о том, что нужно почаще организовать конкурсы для талантливой молодежи с ограниченными возможностями. Это, в свою очередь, даст почувствовать им себя полноценными членами общества. Перед вами стоит человек, на которого потрачен 21 месяц, чтобы он так стоял. Нам нужен срочно реабилитационный центр. Об этом говорим 5 лет. Она очень много поделок делает, но мы не можем поставлять это, как-то организовать, может быть, два раза в год какой-то конкурс. Если прежде перед правительством стоял вопрос только о своевременной выплате социальных пособий, то сегодня эта задача расширена. Словом, чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне развиваться, эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности, на здания, дороги, транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места. Дана Амарат, Тулиген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.